Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, культеров Виффреда Лам, Виффреда Оскар Лам или просто известный как Виффреда Лам. Кубинский художник, который стремился изобразить и возродить устойчивый афро-кубинский дух и культуру в контакте с некоторыми из самых известных художников 20 века, включая Пабло Пикассо, Анри Мальтисса, Фреду Калла и Диего Ривьер. Я цитирую Википедию. Лам объединил свои влияния и создал уникальный стиль, который в конечном итоге характеризовался известностью гибридных фигур. Этот отличительный визуальный стиль также влиял на многих художников. Хотя Лам был преимущественно художником, он также работал со скульптурой, керамикой и гравюрой своей дальнейшей жизни. Родился на Кубе, был смешанной расы, был окружен многими людьми африканского происхождения. Его семья, как и многие другие, исповедовала католицизм наряду с африканскими традициями. Через свою крестную мать, местную жрицу Сантеи, прославленную как целительница и будучи колдуньей, он подвергался обрядам африканск-ориш. Ифа-ориша, это западно-африканская магия, колдовства, религия древних и руба. Хотя Лам никогда не был посвящен тайной общества Сантеи, Сантеи религия, распространенная на Кубе, а также среди афрокубинских иммигрантов США и других стран. Хотя Лам никогда не был посвящен тайной общества Сантеи, он был знаком с этими практиками. В 1716 году Лам переехал к Гавану, чтобы изучать право. Одновременно он начал изучать тропические растения в ботаническом саду. Изучал живопись, однако в 1923-м уехал в Мадрид, в Испанию, для дальнейшего изучения искусства. В 1923-м стал учиться в Мадриде у Фернандо Альвареса и Сарагоса, куратора музея Прадо, и учителя Сальвадора Дали. Прадо он обнаружил и был поражен работой Иронима Босха и Питера Брейгера. В 1929-м женился на Еве Пирс, но она и их маленький сын умерли в 1931 году, то есть практически через три года от туберкулеза. Вероятно, эта личная трагедия пособствовала мрачному характеру его работы. В течение 1930-х годов Лам подвергался влиянию различных направлений в искусстве. Влияние сюрреализма было заметно в его творчестве. Использовал сюрреалистические методы до своего пребывания в европе, узнавая о таких художниках, как Матис, из публикаций и новостей от друзей. Во время гражданской войны в Испании перешел на сторону республиканцев. Использовал свой талант для создания республиканских плакатов и пропаганды. В 1938-м переехал в Париж, получил поддержку Пикассо, который познакомил его со многими ведущими художниками того времени. Ферман Леже, Андрей Матис, Жорж Брак, Жоан Миро. Во время поездки в Мексику Лам останавливался у Фриде Калу и Диего Ривера. Первая выставка в галерее Пьера Лева в 1939 году, которая получила восторженные отклики критиков. Надо сказать, что Лем и Пикассо вместе выставляли свои работы в галерее Нью-Йорк. В основном он работал с гуашью, начал создавать стилизованные фигуры, которые, по-видимому, находятся под влиянием Пикассо. Хотя Лам начал упрощать свою форму еще до того, как вступил в контакт с работами Пикассо, очевидно, что Пикассо оказал на него значительное влияние. Лам получил одобрение Пикассо, чья поддержка, как говорят, привела его к поиску собственной интерпретации модернизма. С начала Второй мировой войны и вторжения немцев в Париж, Лам уехал в Марсель, Франция, в 1940 году. Там он присоединился ко многим интеллектуалам, включая сюрреалистов, с которыми он был связан с тех пор, как встретил Андрея Бретона. Куба ознаменовала, как пишут в Перефной Фикипедии, быструю эволюцию его стиля. Опираясь на изучение тропических растений и знакомство с афрокубинской культурой, его картины стали характеризоваться наличием гибридной фигуры частично человека, частично животного, частично растительного. Его стиль также отличался влиянием сюрреалистического и кубического подходов с образами и символами сантерии. Сочетание африканских идей с европейским стилем в работе Лама, джунгли, привело к тому, что Лама и его вторая жена столкнулись с дискриминацией со стороны, в основном, небелого кубинского населения. Лама экспериментировал с кубинскими авангардными стилями, продолжал упрощать и синтезировать абстракцию, но рисовал фигурально, продолжал развивать мифологию, патемизм, который определил его стиль. В 2015 году в центре Жоржа Помпиду в Париже открылась ретроспективная выставка его работ. 6 декабря 2017 года на Содби картина Лама была продана за почти 5,5 лет, на миллионов долларов, что установило новый рекорд цены для художников. А другая его картина на Содби была выставлена на аукцион за 9,6 млн долларов. Умер Лам в Париже в возрасте 79 лет в 1982 году. Вот так вкратце о художнике Эйфредо Лам, кубинском художнике, который стремился изобразить и возродить устойчивый афрокубинский дух и культуру в контакте с некоторыми самых знаменитых художников 20 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работы данной переводной википедии. Субтитры сделал DimaTorzok